В России нет действенных механизмов борьбы с недобросовестными управляющими компаниями и ТСЖ. И от этого страдают прежде всего граждане. Чтобы улучшить качество предоставляемых коммунальщиками услуг, федеральное правительство решило лицензировать их деятельность. Президент инициативу назвал своевременной, и законопроект уже внесен в Госдуму. Все прессы и минусы нового нормативного документа обсуждали сегодня в республиканском парламенте за круглым столом. В процессе лицензирования поэтапный предполагается, что все управляющие компании и ТСЖ должны иметь разрешающий документ к 1 мая будущего года. Следить за выполнением требований закона должна Госжилая инспекция. Именно этот госорган будет выдавать лицензии. Если же компания не выполняет свои обязанности, выносится предупреждение. При повторном нарушении прав граждан постреливают штраф в несколько сотен тысяч рублей. Возможно лишение лицензии. Однако, в отличие от деятельности, коммунальная служба влиять на психологию поведения самих жильцов намного труднее, отметил вице-спикер парламента Каверина Балкарии Нарби Базиев. То сознание, которое воспитано в течение 70 лет советской власти, государство пытается привести в то соответствие, которое имеет сегодня место. То есть, сказали, ребята, это ваша собственность, это ваша квартира. В конечном итоге, это ваш дом. Поэтому, будьте добры, свой дом, свою собственность содержат. Депутаты также отметили, не исключено, что лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами приведет к увеличению административных расходов управляющих компаний. И эти затраты лягут на плечи жильцов. Представитель жилой инспекции поспешил заверить, что все финансовые потери должны размещаться за счет дополнительных средств. Также и нарушение.